Привет, друзья! Мы сейчас находимся в Калмыкии. Позади у нас Грузия и Кавкас. Вот такие у нас калмыцкие степи сейчас. Дует сильный ветер, надеюсь, меня слышно, потому что я хочу показать обзор на наш кемпер. Лена у нас сейчас готовит обед. Горячий обед у нас, как всегда. Но из-за ветра мы будем готовить как раз сейчас в кемпере. Пока я нахожусь возле машины, покажу, что у нас стоит солнечная панель. Мы ее использовали уже в Казахстане, когда ездили. Провод от солнечной панели идет у нас. Вот тут под бампером выходит и уходит на кемпер. Вилки у нас 4 пина. Два я ставил на солнечную панель, а другие два у нас идут на питание 220 вольт. А это такая же вилка, только использованы другие контакты. И выведена вот на такую вилку 220, куда можно подключиться. На кемпингах и вообще, кто даст прикурить наш домик. За основу взят прицеп Крепыш 2,5+, 2,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину. Это платформа. Вот такие рейлинги. Это стандартные идут, которые с усиленными бортами. Борта просто мы сняли и установили вот эти рейлинги. И как раз сюда у нас влез наш модуль. Вот такими стяжками он затянут металлическими, чтобы он не съезжал. И вот тут тоже сзади. Ну и с другой стороны точно так же. Плюс докуплены были вот такие опоры дополнительные. Когда на стоянках мы останавливаемся, мы его вот так вот с двух сторон затягиваем. А вот с этой стороны мы ставим опорное колесо. Высота жилого модуля у нас примерно метр пятьдесят. Это сделано для того, чтобы использовать стандартные фанерные листы 1525 на 1525. Используется здесь у нас фанера 4 миллиметра. Это с задней стороны у нас. Так. Сам каркас у нас сделан из одного кофеля 30 на 20. Вот этот используется. А везде 20 на 20. Как раз в размере двери мы видим, что идет санеры 4 миллиметра. Количество больше. Сам модуль. Точно так же с утеплителем. Просто я не успел отделать внутреннюю отделку двери. Вот такой лючок используется на яхтах, кораблях. Несмотря на то, что размеры модуля небольшие, он в принципе у нас очень практичный. И благодаря трансформации, которую я тут продумал, все помещается. Собственно, и мы сами тоже. Вот Лена у нас сделала такую наклеечку. Украсила. Вот тут у нас расположен аккумулятор на 75 ампер гелевый. С контроллером солнечным. Вот он. Тут же у нас холодильник стоит. Но мы его обычно убираем в другую сторону, чтобы он не мешался. Так же рундуки вот сделаны. Тут у нас куча шматья. И вот тут тоже. Здесь у нас постельное белье, матрасы мы храним, чтобы потом все разложить. Вот сейчас у нас уже готовится наш обед. Несмотря на то, что сейчас на улице ветер, тут все спокойно и хорошо. С другого конца, противоположного от окна, у нас находится вентиляция. Ну, искали самый простой и надежный способ. Вот такая вентиляция. Она используется в натяжных потолках. Она закручивается и откручивается вот этот клапан, который помогает регулировать потоки воздуха. На счет освещения у нас, в которой розетка стоит на улице, вот то, что часть 220, она выведена в розетке. У нас такие закрывающиеся розетки. А та часть, которая с солнечной панели, вот было времени мало, что-то делать. Я вот придумал вот такой, просто вывел провод и у нас идет на контроллером. Шторки тоже самодельные. Сетка сделана у нас москитная, обыкновенная. Купили на Валсберис липучки на клеевой основе, вот такие. И она тут закрепляется. Шарниры я никакие сюда не смог придумать, потому что окно это самодельное, сделано из обыкновенных деревяшек. Проэпоксидина смолой, эпоксидной. И оно является как бы водостойкой. Но так как тут очень мало пространства, вот такие я защелки придумал. Это обычный уголок из алюминия, вернутый на саморезе. И тут такая уже шпилька. Она вот так вот фиксируется и под тяжестью садится и все держит хорошо. Это обыкновенное оргстекло. Внутри также у нас отделка идет из фанеры 4 мм. Но тут еще плюс, я сделал масло гаппа, у меня оставалось после ремонта. И оно, в общем, сделано. Тут у нас тоже фанера, тут тоже фанера, тут восьмерка фанера, восьмерка фанера. Это четверка. Насчет трансформации в спальное место. Вот эта часть у нас, спальное место, можно разделить на несколько частей. Вот такие штуки у нас откручиваются. И вот эта площадка у нас кладется вот сюда. Стол у нас также трансформируется. Вот эти у нас штуки откручиваются тут. Вот эта часть у нас встает на пол. На пол вот так. И она будет у нас ножкой являться. А вот эта раскладывается сюда. И получается ровное спальное место 145 на 180. Ну сюда уже кладутся матрасы. Ну а когда уже нужно просто посидеть или при передвижении, вот мы обычно убираем. И вот такая большая у нас комната становится. Понимаете, что в путешествиях погода очень плохая. Дует сильный ветер, либо слишком холодный. И душ летний невозможно достать. Поэтому у нас предусмотрена вот такая комнатка. Тут у нас делается шторка. Мы здесь убрали ее. И вот такой поддон из нержавейки. Вот. Сюда можно встать и помыться. Пускай будет не так высоко, но зато опять же в тепле. Хочу добавить, что поверх у нас фанеры сделан стекломат. Плотностью 300 грамм на квадратный метр. И приклеено это все на эпоксидную смолу. Поверх покрашено резиновой краской в два слоя серой. Ну и самый главный вопрос. Сколько же нам это все обошлось? Обошлось сам модуль где-то в районе 35 тысяч рублей. Это материал. Ну, понятное дело, что я сделал все это сам. Поэтому за работу я ничего не считаю. Мне за эту разработку такую премию дадут. Ооо. Я уверен, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Спасибо. Спасибо. Спасибо.